Всем привет! С вами Лена! Добро пожаловать на мой канал! Сейчас период, конечно, не самый подходящий для путешествий, для поездок в Корею, но я надеюсь, что скоро вот эта ситуация станет совсем-совсем хорошо. Наконец-то границы будут для нас свободны. И, наконец, отменят 14-дневный карантин, и мы сможем уже свободно летать из России в Корею, из Кореи в Россию, и туда, и сюда, и везде. Знаете, сегодня мы по делам ходили на встречу, и там собеседник наш с серьезным видом спросил. У меня есть к вам вопрос. Я сижу, думаю, интересно, какой же такой вопрос серьезный? А она говорит, когда же, наконец, откроют границы в Корею? Ну, а тем временем, чтобы нам было не скучно просто так сидеть и унывать, чтобы поднять немножко настрой, чтобы нам было веселее ждать вот этот долгожданный период, сегодня я вам хочу немножко рассказать про путешествие в Корею. Чего нужно предостерегаться, когда вы поедете в Корею? Первое, это касается курения. Знаете, как некурящий человек, когда я живу в России, бывает временами так тяжко, когда особенно зимой, особенно когда по бокам такие огромные сугробы, узкая дорожка, и этого человека не обогнать, нужно дойти до конца вот этой узкой дорожки за ним, а если этот человек впереди идет, да еще и курит, я думаю, некурящий поддержит меня. Это настолько тяжело. Или когда мы выходим из работы, и у прохода перед зданием стоит толпа людей, стоят и курят, Я каждый раз, когда прохожу мимо вот этой толпы, я всегда закрываю нос и рот, и пробегаю очень быстренько. Вот это, пожалуй, одно из больших неудобств, когда я живу в России. А в Корее как раз этим все хорошо, потому что есть запрет, что нельзя курить в общественных местах. Так что, если вы поедете в Корею, и особенно если вы еще и курите, будьте осторожны, нужно обязательно выбирать место для курения. Спрашивайте, где можно курить, спрашивайте, есть ли помещение специальное для курения, в кафе, в ресторанах в Корее тоже нельзя курить, и также нельзя курить на стоянках, на автобусных остановках. Есть тоже большое отличие, когда вы пойдете в рестораны в Корее. Первое, очень часто в корейских ресторанах вы увидите слово сэльп, что означает самостоятельно. Бывает, порой вам нужно самостоятельно забирать там банджан, это вот салаты, типа гарниры корейские, бывает, вы должны самостоятельно о себе позаботиться и брать самостоятельно воду питьевую. Кстати, хочу сказать, что в корейских ресторанах часто питьевая вода, она бесплатная, можете пить сколько хотите, и то же самое касается банджан. Вы можете, если что, попросить дополнить, но при условии, что вы возьмете столько, сколько вы сможете съесть, чтобы не было лишних выбросов, лишних отходов. Так вот, не надо сидеть, ждать, когда же вам принесут, не надо сидеть, думать, что почему же мне это не приносят, неужели русских нас обижают. Нет, если все-таки слово сэльп, запомните это слово, как оно выглядит, то это значит, что вы должны самостоятельно себя обслуживать. Еще одно большое отличие в ресторанах, это когда вам нужно уже рассчитаться. В России очень часто после того, как вы закончили, есть, вам нужно позвать официанта, попросить счет, потом он отходит, надо вам еще дождаться, пока он принесет вам счет, вы туда кладете денежки, он идет опять куда-то там рассчитывается, приносит вам сдачу. А в Корее такой процедуры нет. Если вы закончили кушать, вы встаете с места, подходите к кассе и на месте сразу же рассчитываетесь. Это очень быстро. Когда вы пользуетесь общественным транспортом, там автобусы, метро, вы приобретаете транспортную карту. И здесь уже есть тоже большое отличие. В России, когда вы покупаете эту транспортную карту, там тройка, например, в Москве, да, то вы при входе в метро, чпок, подставляете, снимаются деньги и на этом все. Если вы покупаете там вот эту вот карточку, одноразовую, например, в метро, вы чпок, подставили, и как только зашли через этот руникет, сразу же перед вами стоит вот это мусорное ведро, куда вы можете эту карточку выкинуть. А в Корее нет. Ни в коем случае эту карточку, этот билет нельзя выкидывать, потому что вы должны подставить карточку при входе в метро или когда вы садитесь на автобус и также еще раз эту карточку нужно подставить при выходе, когда вы выходите из метро или когда вы выходите из автобуса. Почему это так? Потому что в Корее стоимость билетов отличается в зависимости от дистанции, которую вам нужно проехать. Очень странно, да? В России везде одна та же стоимость, но в Корее нет. В зависимости от дистанции вы должны оплачивать либо меньше, либо больше. Ну, соответственно, если вы куда-то далеко проехали, должны оплатить там на несколько вонов побольше. И также это нужно для того, чтобы вы могли дальше там бесплатно или там по скидке совершать пересадки. То есть там в карточке есть считыватель, который может определить, когда вы вышли из автобуса, и с этого момента считаются уже минуты для пересадки. Потому что в России, насколько я помню, наоборот, при входе вы подставили карточку, и с этого момента будет действовать, кажется, 90 минут для пересадки бесплатной, да, или там по скидочной цене. Поэтому обязательно не забудьте подставлять карточку на выходе. В метро вы не забудете это сделать, потому что есть вот эти вот турникеты, и вы не сможете выйти через него, до тех пор, пока вы карточку не подставите, поэтому вы это не забудете. А вот в автобусах по непривычке вы можете забыть. Это меня тоже касается. Если вы вдруг забыли подставить карточку, вышли и дальше сядете на другой автобус, то с вас будет взиматься гораздо большая сумма, как бы штраф. Так что будьте осторожны, не забывайте об этом. Итак, сегодня я вам рассказала о корейской культуре, о том, что вам было бы полезно знать для поездки в Корею. Надеюсь, вам оно понравилось. Если это так, то не забудьте, пожалуйста, подписаться, лайкнуть. Также не забудьте, что у наших организаторов есть тоже инстаграм-странички. Заходите сюда, пожалуйста, тоже в гости. Спасибо, что посмотрели мое видео до конца. Буду ждать вас в следующем видео. Всех люблю, целую. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok